Из книги «Открытым оком», том 11, тема «Лапкин книги». Вопрос 2442. «Какие наиболее запоминающиеся для вас были высказывания о ваших книгах? В чем вы увидели настоящее отражение сердцевины их?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На презентации выступил академик Семкин. Затем разные люди, кто читал книги. За глаза сказанное многое уходит, а здесь мы записали на магнитофон, и потом я прослушал и кое-что оставил. Слово сказано профессором Семкиным Борисом Васильевичем, проректором по учебной части университета на презентации восьми книг Лапкина Игнатия Тихоновича 33 декабря 2002 года в Алтайском государственном техническом университете. «Уважаемые коллеги, гости, я хотел бы сказать два слова. Игнатий Тихонович – это человек, который находится в очень глубокой гармонии между внутренним миром и своим словоизъявлением. Этим он очень интересен, поэтому все эти книги, которые он издал, они очень интересны не только для верующих, не только для православных. Я с большим удовольствием прочитал практически все четыре книги открытым оком. Это очень глубоко эрудированный человек, и я бы сказал, знает то, о чем пишет. Глубоко, очень точно и верно излагает мысли, поэтому то, что он тут из скромности говорил, что он как бы и ни при чем, а только излагал то, что это делает жест рукой полукругом вверху головы, означающий, что все, дескать, не его, а Божье. Это далеко не так. Это дано не каждому. Поэтому я пришел сюда, сегодня сюда, чтобы выразить эту мысль. Мы давно знаем друг друга, и вот я вот наблюдаю и очень удивляюсь, что это очень глубокий, мудрый человек, но, в общем-то, живет, если можно так выразиться по-своему, что думает, то и говорит. Дело в том, что когда мы пишем книги, то очень часто за книгами мы не видим человека, он другой, он лукавит и, как говорится, мудрствует. Здесь же повествование идет от своего сердца, от чистого сердца, и я бы хотела рекомендовать вам всем. Если не приобрести, если это не по деньгам, то обязательно прочитать. У меня все огромное. Всем вам спасибо. Я сам приобретаю все эти книги, и они, в общем, являются украшением моей библиотеки. Владимир Егорович Рогов к своему стихотворению, смотрите, для «Слова Божия нету» страница 605, добавил еще один куплет и зачитал все свое стихотворение. Дай, Господь, успеха вам, Игнатий, и здоровья крепкого навек, а ученью вашим внимати будут миллионы человек. Иова 34.3 Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Солом 44.2 Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю письмо о царе, язык мой трость скорописца.